Здравствуйте! Вы смотрите новости на муниципальном телеканале. В студии работает Денис Сивков. Казахстанцы отметили День Конституции. С момента подписания главного закона республики прошло два десятка лет. 30 августа народные гуляния развернулись во всех уголках нашей области. Подробнее о том, как встречали юбилей на центральной площади Петропавловска, расскажет Ирина Панфилова. На календаре 30 августа сегодня мы отмечаем День Конституции Республики Казахстан. Подписан главный закон страны был 20 лет назад президентом Нурсултаном Назарбаевым. С тех пор Конституция стала гарантом мира и стабильности каждого казахстанца. В Петропавловске основные торжества проходят на центральной площади города. В честь юбилея главного закона Казахстана здесь установили вот такую символичную композицию. Высота макета книги 3 метра. Красочные танцевальные композиции сменяют друг друга. Яркие костюмы, улыбки на лицах, символ того, что сегодня в многонациональном Казахстане мир и согласие. Стабильность и единство, достояние дружелюбного народа. Ценности эти необходимо беречь и приумножать, считают наши земляки. Петропавловцы и гости города поздравляют друг друга, желают всех благ. Всех казахстанцев я поздравляю. Дай Бог, чтобы здоровья всем. Дай Бог, чтобы жили дружно, совместно друг друга уважали. Конституция, чтобы не нарушать закон Конституции. Несмотря на такую пасмурную погоду, настроение у всех отличное. Вы видите, какая сегодня многолюдная площадь, поэтому я думаю, что мое настроение разделяет сегодня весь город. 20 лет Конституции Республики Казахстан – это знаменательная дата, ведь Конституция – это основополагающий стержневой документ. Благодаря Конституции мы живем в мире и согласии. Мы живем в замечательной стране, где каждый день мы развиваемся и шагаем только вперед. Поздравляю всех с Днем Конституции. Желаю счастья, здоровья, просветания. Пусть живет наш президент Назарбаев. Под его руководством все это делается. Потихоньку заплата растет, люди работают. Поздравляю всех с Днем Конституции. Желаем всего доброго, мирного неба. Мы живем в стабильном Казахстане. Жизнь у нас хорошая. Город сегодня у нас красивый, с каждым годом хорошее. Берегите свой город, любите свой Казахстан, уважайте друг друга. Бакатбек Кусаинов в Северный Казахстан приехал из Костаная в гости к родным. Говорит, встречать такой значимый праздник, как юбилей Конституции, нужно в кругу семьи. Поздравляем всех горожан, всех жителей Казахстана. Во главе наших лидеров, связанных с Конституцией. Все бесплатно, все учатся, какие у нас замечательные законы. В имя законов мы будем трудиться, работать. Всех у нас желаем крепкого здоровья. Все песни, звучащие со сцены, артисты посвящают родной стране, ее прошлом и будущему. Восхваляя красоты молодой независимой республики. Свети всегда, моя земля, моя любовь, моя весна. В честь праздника общественное студенческое объединение «За будущее Казахстана» приготовила небольшие презенты, буклеты, посвященные Конституции. Из брошюры гости праздника могли узнать о своих гражданских правах и обязанностях. Абулай Хан – один из тех, кто проводит своеобразный ликвез. День рождения главного закона страны для студента имеет особое значение. Он – ровесник Конституции. Я учусь в нашем университете имени Монаш Кузбаева на специальности радиотехника, телекоммуникация. Я очень рад, что сейчас нам, молодежи, уделяется очень большое внимание, что именно рабочая молодежь в моей профессии, когда я закончу университет и буду дипломирован специалистом, то я могу найти себе работу. Хотелось бы поздравить всех казахстанцев с праздником. Поблагодарить нашего президента Ельбаса Инустана Бишича Назарбаева, что благодаря его политике мы живем в мире и в согласии. Праздничную концертную программу продолжил конкурс патриотической песни. На сцене Юлия Никодова. Представляет она украинский культурный центр Мрия Акаинского района. Для конкурса девятиклассница выбрала песню Кайрата Нуртаса «Астана». Готовилась к конкурсу немного, потому что эту песню я уже исполняла дома. На победу сегодня настроена, надеюсь. Я рада, что у нас есть центр украинский Мрия. Мы там можем изучать нашу культуру. Всех, в общем, с праздником. Всем удачи, добра. Участие в вокальном состязании приняли девять североказахстанцев. Лучшие получат награды. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Ярмарка меда, необычный конкурс красоты и выставка даров природы. Все это североказахстанцы могли наблюдать на площади возле областной ассамблеи народа Казахстана. Александра Савмина познакомилась с королевой медового бала и узнала, что можно смастерить из обычных овощей. Город в этот день по-праздничному наряжен. Юрты украшены воздушными шарами, цветочные композиции вокруг. Но главное, конечно же, люди. Североказахстанцы сегодня оставили плохое настроение дома. Они радуются, поют и танцуют. Кстати, для них на центральной улице подготовили много интересного. Возле дома дружбы сладкая ярмарка. У каждой юрты кружат пчелы. Немало здесь и горожан любителей полезного лакомства. Гречишный, цветочный, донниковый, сотый, прополис и пыльца. Какой только продукции здесь нет. Установили семь торговых палаток. Мед свежий собирали этим летом, говорят пчеловоды. Некоторые даже планируют отправлять его на экспорт. Кстати, пчеловодство чаще всего семейный бизнес. У меня отец занимался, сейчас вот уже я как бы занимаюсь. Пчеловодство, своего рода наркотик уже. Вот зимой по ним очень сильно скучать начинаешь. Предпочитаю карпатку держать и карнику. У меня 50 семей. А вот на сцене собираются конкурсантки необычного состязания. Сегодня у них есть возможность почувствовать себя настоящими королевами медового бала. Праздничные пчелки сами придумывали себе образы. Шили наряды, готовили выступления. О себе я немного хочу рассказать. Люблю ее работать, пыльцу собирать. Маргарита Страшко уверена, именно она станет королевой бала. Приложила немало усилий. Удивляет судей не только песнями и костюмом из парчи, но и кулинарным талантом. Коктейль из молока, меда, пыльцы. Вот, это мы все взбиваем и добавляем апельсиновый сок. И получается коктейль-эликсир жизни. Стремление и уверенность в себе, а может и волшебный эликсир помогли Маргарите победить. Последние деньки лета богаты на урожай. И как же им не похвастать. Арбузы, кабачки, картофель, помидоры. Из обычных овощей, фруктов и ягод участники фестиваля мастерят настоящие произведения искусства. К примеру, это цветочное панно сделали ученики лицея Дарын. Голубой и желтый цвета – символы независимости нашей страны. Ребята постарались отразить культуру и быт народа. А вот уютный дом для всех казахстанцев. К презентации своей экспозиции каждый конкурсант подошел творчески. У моей сорока ножки на зиму замерзнут ножки. Осень стала наступать, пора лапки одевать. Коллектив городского отдела образования тоже решил отличиться. Вместо свежих овощей они принесли консервированные. Каждую баночку нарядили в национальный костюм. Внешний вид соответствует внутреннему содержанию. Вот это вот Ливан, мы ему даже дали имя, он у нас из кавказской национальности. Все они взяты между собой за руки и хотели бы, чтобы люди жили так же в мире, согласии, дружны. Североказахстанцы с интересом разглядывают съедобные поделки. Они дарят друг другу улыбки и поздравления. Хочу поздравить всех североказахстанцев с этим большим светлым праздником. Наша страна за эти годы добилась многого и в экономическом развитии, и в социальной сфере. Хочу пожелать, чтобы все были здоровы и дружны, чтобы и дальше стремились сохранить главное ценности – мир и спокойствие. Мы желаем городу счастья, здоровья, чтобы он процветал и был ярким, радостным для всех. Чтобы все жили в мире, согласии, как сегодня. Я хочу поздравить всех петропавловцев, весь северный Казахстан с таким красивым праздником. Это такое воодушевление, это для людей прекрасно все. Сегодня так красиво оформлены наши площади, кругом звучит музыка. Это говорит о том, что люди живут в благополучии, мире и согласии. Александра Солмина, Владимир Боровков, новости МТРК. А лучшие мастера народно-прикладного творчества и этнокультурное объединение региона в День Конституции собрались на областном фестивале «Салдастур». Репортаж Гульнары Кали. У Стэла Независимости в честь юбилея главного закона нашей страны проходит областной фестиваль «Салдастур». Участие принимают все этнокультурные объединения нашего региона. Оценивают конкурсантов по двум номинациям. Народно-прикладное творчество и звучи дамбра, играй гармонь. На сцене выступают творческие коллективы Акаинского района. В их репертуаре русские народные песни и частушки. Участники поют без фонограмм, или живой голос и звучание национальных музыкальных инструментов. Рядом со сценой развернулась выставка народно-прикладного творчества. Все эти изделия сделаны народными умельцами нашей области. Дмитрий Нападов уже много лет занимается художественной ковкой. Эти металлические подсвечники, вазы, макет корабля – дело рук Дмитрия. Вдохновение – это самое главное. Бывает такое, что и сидеть не хочется, надо делать, делать. Ну, хотелось бы кого-то научить. А эти казахские национальные инструменты смастерили акжарцы. Кобыжит и гена дырна. На них играли наши предки. Североказахстанцы чтят историю и передают знания народных традиций из поколения в поколение. 22 струна, современные адрона. Его я сделал около 3 года. По итогам фестиваля «Салдастур» номинации «Звучит дамбра, играй гармонь, победа за козылжарцами», приз, телевизор и диплом. Мы очень рады этой победе. Мы выступали сегодня с кадрилем, с нашими лошкарями. Мы очень рады. Очень хорошее, позитивное мероприятие. Поздравляем с праздником! За второе место победители получили холодильники, за третье – микроволновые печи. Всем участникам вручили литрочайники. Настроение у североказахстанцев праздничное. Они поздравляют всех с 20-летием Конституции. В городском парке культуры и отдыха проходит семейная игровая программа «Мой любимый дворик». Здесь же выступают творческие коллективы областного центра. Сегодня очень хороший и веселый день. У меня отличное настроение. Сегодня проходит веселый праздник, на котором мы выступаем. Все номера очень красочные. Я поздравляю вас с днем Конституции Казахстана. В числе гостей этого яркого праздника и жительница Воронежа Валентина Пальчикова. В Петропавловске она впервые впечатлена гостеприимством казахстанцев. Я желаю Казахстану, чтобы он расцветал и все больше набирал мощь. Не только в промышленности, в строительстве, но вообще везде, везде, во всех видах деятельности. А здесь, возле памятника Абаю и Пушкина, проходит турнир по казахшакурес на приз Акима города. Съехались полуаны нашего региона. Состязаются они в трех весовых категориях. Отрадно, что в нашей области проводят сегодня турнир по казахшакурес. Это отличный вид спорта, который нам молодежи нужен, и его необходимо развивать. Поздравляю всех с праздником! Необычную программу подготовили для петропавловцев и сотрудники фитнес-клуба «Нептун». Присоединиться к танцевальному флеш-мобу мог каждый желающий. Гульнара Кали, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. День Конституции отметили и в районе Шалакына в честь праздника. Здесь открыли несколько социально значимых объектов и фонтанов. А на центральной площади в Сергеевке организовали развлекательную программу. В райцентре побывала наш корреспондент Ольга Загоруйко. Первый социально значимый объект, который открыли в районе Шалакына – магазин «Памир». После разрезания символичной ленты сельчане спешат пройти внутрь и ознакомиться с ассортиментом. Магазин состоит из двух отделов – продукты и одежда. Что касается цен, то они будут доступными для жителей Сергеевки, говорит директор магазина Рустам Жусупов. У нас будут тут цены разумные, доступны народу, не будем завышать. Будет здесь шесть рабочих мест для людей. Продавцы будут, кочегары, потом уборщики здесь. Для людей рабочие места здесь созданы. Открыли в этот день еще один магазин – Алтындан. В нем можно купить запчасти для сельхозтехники. Стартовала уборочная кампания, а значит клиенты будут. Тем более, что такая специализированная торговая точка в Сергеевке единственная. По словам Владимира Жданова, будут налажены прямые поставки, необходимые земледельцам продукции. Это позволит сделать цены доступными. Чтобы людям не ездить в область, в Петропавловск, мы решили открыть этот магазин для удобства крестьянских хозяйств. Но мы будем работать в направлении снижения цен и как повышения качества, чтобы крестьяне были довольны этим магазином. Сергеевки активно занимаются благоустройством города. Настоящим подарком стало открытие центрального фонтана. Вокруг него обустроили зону отдыха, установили лавочки, клумбы. Еще один фонтан открыли в центре города предприниматели. По словам Вячеслава Костычева, подрядчиков не нанимали. Делали все своими руками. Заготавливали на местном водохранилище, нашем Сергеевском, облицовочный камень. Решили облицовать камнем внутри, снаружи. Еще один фонтан появился рядом с центром занятости, недалеко от центральной площади и Акимата. Всего в этом году в Сергеевке установили шесть фонтанов. До этого не было ни одного. Ко дню Конституции в районном центре открыли и футбольное поле. Когда-то здесь был пустырь. В честь праздника состоялся товарищеский матч. Сейчас в районе Шалакы на 26 футбольных полей. Восемь из них открыли в этом году. В честь Дня Конституции на центральной площади Сергеевки прошли праздничные гуляния. Здесь разместили этноаул в рамках фестиваля «Достык Мекине». Жители города знакомились с кухней, культурой и традицией разных народов. Тут же проходила выставка прикладного искусства и фитодизайна. В День Конституции отметили тех, кто принимал участие в становлении региона. Девять жителей получили юбилейные медали президента страны. Благодарственными письмами Акима района отметили 13 человек. Среди них ветеран труда Манабай Умутбаев. Сегодня за активное участие меня Аким района наградил благодарственным письмом. Сегодня это говорит о том, что прошлые годы не прошли даром. Настроение у жителей праздничное. Они говорят, что Конституция – это фундамент для мира и согласия. Всех Анастасия поздравляю с этим праздником. Всем желаю счастья. Чтоб наш Казахстан всегда просветал. Пусть всегда будет единство, согласие в нашей стране. Пусть будет мир, добро, благополучие в каждом доме. Мы живем 137 национальностей в мире, пусть так и продолжается. На праздничном концертке выступили североказахстанские артисты, а также гости из Кукшетал. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин, новости МТРК. И на этом наш специальный выпуск подошел к своему завершению. Всех североказахстанцев мы поздравляем с Днем Конституции. Желаем вам счастья и благополучия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова